Так, всем доброе утро, шалом всем участникам урока, всем привет, так, вот мы сейчас все подготовим, все. Итак, дорогие друзья, всем привет, снова в Киеве, Антон сегодня Сафронов первый, привет-привет. Привет, откуда Антон, откуда Любовь, давайте еще писать, кто откуда, интересно мне всегда, вот как это так, о, Давид Веледник, шалом, Мошека Мясорук, смотри, Давид Веледник, Кирилл Васильев, класс, всем привет, Талия Рафальская, Тони Кауфман, привет Тони, все. Все, итак, мы сейчас уже 87 урок у нас, и мы заканчиваем 12 главу, сейчас посмотрим, но сегодня не успеем ее закончить, значит, но сегодня будет один из моих любимых отрывков вообще во всем Мишле, я когда-то этот отрывок очень мне запомнился, и он прямо в нем очень много моей жизненной философии, чуть позже он будет в конце. Значит, все, итак, 23 отрывок, 23 отрывок, 12 главы звучит так, человек хитрый, Борис Шерензон, доброе утро, и Авраам тоже, человек хитрый, Адам Арум Косе Даат, Значит, давайте полностью я переведу, человек хитрый прикрывает Даат свое восприятие, Велев Кселим и Кре и Велет, и сердце Кселим это грешников, которые грешники, которые не могут справиться со своим вожделением, то есть мы знаем, что есть два типа грешников, есть грешники, которые знают, что это добро, это зло, это правда, это неправда, но у них их вожделение, то есть их животное начало настолько сильное, что они идут против правды, а есть грешники, которые называются скептики, которые сомневаются, это правда или это неправда, и они сомневаются и Велет, и Велета называется, да, он отрицает правду, да, то есть за счет своего скептицизма он отрицает Бога, отрицает Тора, отрицает правду, и это второй тип грешника, да, то есть есть Ксиль, есть Ивели. Теперь дальше, есть в этой главе, в этом отрывке, как сказано, человек хитрый, человек хитрый это другая категория, хитрый это не грешник, хитрый это свойство ума, умение просчитывать несколько вариантов, теперь, если это хитрый человек, который просчитывает, вот Яков был хитрый, да, Яков Авину, он Исава обошел, по-моему, два раза, да, то есть он не был такой простак, он был хитрый, он мог просчитывать какие-то варианты, но для хорошей цели, а есть хитрый для плохой цели, а есть нехитрый, который себе такой одноходовый, одноходовый человек, который вот как-то он делает, не думая о последствиях, да, я, кстати, недавно совсем, я думал о том, что люди очень сильно различаются между собой масштабом мышления, есть люди, которые думают десятилетиями и в масштабе мира, вот он так смотрит на мир, есть люди, которые думают днями в масштабе только себя, и вообще, успешные люди, это только те, которые мыслят масштабно, длинными категориями, написать книгу может человек, который задумал книгу, у него есть некий, ну там, план, и он вот в этом плане может долгий период времени работать, двигаться в одном направлении, но чтобы двигаться в одном направлении, ты должен эту, ну, эту цель кинуть далеко, как бы в будущее, то есть ты в своем восприятии, да, ведь будущего-то нету, человек, который в своем восприятии, он в состоянии представить далекую цель, факторы, которые на нее повлияют, факторы, которые будут ему мешать, это человек такой глубокий, ну, такого большого уровня, да, арум, можно тоже его назвать хитрым. Человек хитрый, он прикрывает свой, да, свое восприятие, что это значит? Он не выдает все, что у него в голове, он себя спокойно слушает, понимает, воспринимает, но он не выдает все, что вообще, что вижу, то пою. Знаете, есть чучи, которые что вижу, что пою. Хитрый человек, он наоборот, он прикрывает это свое восприятие, он не выдает все свои мысли, зачем, какой смысл ему, знаешь, как дураку полдородия не показывает, да, он просто выдает то, что нужно выдать, он выдает. Теперь Велев Ксилим, сердце вот этих вот Ксилим грешников, которые не могут сдерживать свое вожделение, оно, икра, оно, икра это взывает, ну, говорит, и Велет говорит о своих всех сомнениях. То есть, хотя мы знаем, что Ксили это тот, который, он верит в Тору, верит в заповедь, то есть, он понимает, что это правда, но он, как бы, его все время подмывает каким-то своими, а может, вот, я, а может, не совсем это правда, а может, Бог это не имел в виду, может, он меня не имел в виду, когда так говорил, да, что это нельзя делать. Может быть, он, как бы, если бы он знал мою конкретную ситуацию, он бы меня простит. Очень мне нравятся это такие изгрешники, которые, они грешат, знают, что Бог это запретил делать, но они так, ну, Бог простит, типа, почему-то они думают, что Бог простит, почему Бог должен простить их, да, если он запретил, и он знает, что это нельзя. Так они думают. И они, мало этого, они все время, как бы, выдают то, что они думают, не думая о том, какие там повлечет за собой последствия. Вот это двадцать третий отрывок. Теперь двадцать четвертый отрывок, он теперь нам говорит, то у нас было о хитрых и о грешниках, а двадцать четвертый отрывок так звучит, да, двадцать четвертый отрывок так звучит. Яд харутсим, тимшоль. Рука харутсим, харутс это быстрый, ловкий, на английском это, вот тут написано, значит, the hand of the diligent, diligent, не знаю, кто такой diligent, но вот харутс переводится на английский diligent. Значит, ну, по-простому харутс, как я знаю, харутс это тот, кто быстрый, быстрый такой работяга, который, ну, вот, который прилежный, вот, diligent это переводится прилежный старательный, да, с английского. То есть он такой работяга старательный, и их рука будет тимшоль. То есть в итоге они все равно будут властвовать, потому что тот человек, который может работать, 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 и он, значит, в итоге будет властвовать над природой, над собой, над материей, над временем, над всем. То есть очень такие работяги, это вот протестанты, евангелисты в Америке, да, то есть они туда приезжали, вот у меня, когда слышу слово харутс, это как раз вот эти вот, которые заселяли Америку, поселенцы, пионеры, которые шли, насаждали сады, железные дороги, шли на запад, индейцев выгонялись отовсюду, где только приходили, всех индейцев они выгоняли. И, значит, их рука будет властвовать. То есть мы видим, что действительно такие люди, они властвуют сейчас. Америка, можно сказать, властвует над миром. И китайцы, они тоже харутсим такие, они тоже прилежные такие китайцы, прям. Каждый китайец в жизни должен сделать три вещи, да, это джинсы, кроссовки и магнитофон. У них такое, знаете, есть, как каждый человек должен посадить дерево, родить сына и построить дом, а китайец в джинсы, кроссовки и магнитофон. Значит, и тем не менее, их рука будет властвовать, то есть они, китайцы, уже, ну, то есть они реально, вот сейчас две самых великих державы, это Америка и Китай, да. И, ну, реально, их нельзя сбрасывать. У них армия 5 миллионов человек. У них, интересно, что за прошлый год, за прошлый год Китай потратил на разработку квантового компьютера 13 миллиардов долларов. Они только на исследование, вот, чтобы этот квантовый компьютер создать. А, и Америка 13 миллиардов. Только в Китае из этих 13 миллиардов 90% дало государство, а 10% частные инвесторы. В Америке 90% частные инвесторы, 10% государства, а в России 300 миллионов всего долларов вложили пока. И все дало государство, и непонятно куда ушло. И ушло частным инвесторам, знаете, в России эти 300 миллионов долларов, что дало государство, оно уже его распилило, и вообще, то есть сделали флешку 5 мегабайтов железную такую. Это писали об этом, да, что они, ну, за, знаете, это они дали на исследование, там был скандал такой, то есть дали там на исследование какие-то новые технологии, все. И потом, ну, спросили, а куда же деньги пошли? И им выдают такой ящик, флешка на 5 мегабайт, там, металлическая, да. Говорят, а зачем она такая большая? Она, типа, независимо от интернета. Переживет ядерную войну. Да, да, переживет ядерную войну. Ну, то есть, теперь уремия тие лимас. Значит, а обманная рука, она будет, лимас, она будет под, все равно она будет под владычеством. Что имеется в виду, что те, которые работяги, которые работают, и харутсим, вот эти вот люди, да, они будут властвовать в итоге. Ну, по прошествию времени все равно те, которые системно много работают, они выигрывают. А те, которые пытаются хитростью, обманом и так далее, они все равно будут потом лимас, то есть, ну, они будут под властью. Они будут под властью, и все равно те, которые, вот интересно, сейчас очень было время, многие там после перестройки и так далее, наворовали денег. Но сейчас, на сегодня, когда весь мир прозрачный, когда все эти электронные платежи, все открывается, то есть, люди теряют, они не знают, как эти деньги теперь легализовать, что с ними делать, да. То есть, в любом случае, тот, кто заработал деньги нечестно, он потом их все теряет. И яркая вот, есть схема такая, одна из самых философских книг, которые я читал, которая показывает, как жизнь устроена, художественная, это «12 стульев и золотой теленок». То есть, эта книга о том, как устроено мышление вообще, да, людей, то есть, очень философская книга, продуманная, продуманная, каждая деталь там. Интересно, что вот этот Остап Бендер, который всю жизнь гнался за быстрым богатством, за миллионом, он гнался за этим быстрым богатством, нашел он афериста-корейка, который тоже украл эти деньги. В итоге, ни один, ни второй не смогли воспользоваться этим богатством. Ни один, ни второй, то есть, если мы посмотрим, «12 стульев», Остапа Бендера зарезал его, его компаньон, да, этот самый, зарезал Тиса Воробьянина, ему в конце перерезал горло опасной бритвой. Это конец погони за миллионом, ну, за сокровищами тещи, которые были в стуле. А потом во второй книге, когда он гнался за золотой теленок, за деньгами корейка, которую он хотел забрать, у того афериста забрать часть денег, в конце концов, у него, у Бендера, у него же забрали румынские пограничники, забрали все деньги, да. То есть, мы видим, что то, что здесь в Мишле написано, оно подтверждается. Яд Харутсим Тимшоль, те, которые работают системно, работают, 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 их рука будет властвовать. А те, которые, яд Ремия, у Ремия обманная, она те ели масс, то есть, у него все равно заберут. Тот, кто сам обманом забрал, у него обязательно в конце заберут. Понятно, да, идея? Теперь, 25-й отрывок, это вот один из моих любимых отрывков в Мишле, я его давным-давно когда-то изучал, и он мне очень запомнился. Значит, 25-й отрывок, он чистая психология теперь идет. То было про деньги, про обман, про хитрость, а здесь теперь очень частая вещь. Значит, даага, беспокойство в сердце человека, яшхэна. Значит, вот давайте посмотрим. Значит, смотрите, яшхэна, это уплыть, дать ему уплыть, этой дааге, да, убрать ее. И вещь хорошая будет его радовать. Смотрите, вот здесь такая конструкция, да, 25-й отрывок, он звучит так. Так, даага, беспокойство в сердце человека, яшхэна, это как уплывет, должно оно уплыть, да, убрать ее надо. Ведавартов и самхэна. И вещь хорошая, хорошее слово будет радовать. Значит, есть у нас сердце, сердце, это вот, на английском здесь правильно перевели, это mens mind. Сердце, это не сердце, это мышление. Когда мы говорим сердце, сейчас ученые уже доказали, что эмоциональное состояние, это следствие мышления. То есть эмоции, это проявление мыслей, энергетическое проявление мыслей. То есть то, что человек здесь воспринимает на уровне мышления, оно отражается в его эмоциональной сфере, энергетически он это чувствует. И дальше эта энергия переходит в его тело и как бы записывается на его теле. Теперь, если есть даага, болев иш, если есть у меня даага в моем сердце, то есть беспокойство, это значит, что у меня есть какие-то мысли, которые вызывают это беспокойство. То есть она не может быть просто так. Я испытываю, если человек испытывает даагу, он должен разобраться, какие мысли вызывают это беспокойство. И он должен понять, о чем он в данный момент думает, что его сейчас беспокоит. Он должен для себя осознать и проявить те мысли, которые вызывают у него беспокойство. Дальше есть два варианта. Есть яшхена, это пусть они уплывут. Он должен их отодвинуть в сторону, те мысли, которые его беспокоят. И что? Ведавар тоф, давар тоф и самхена. И давар это вещь хорошая или слово хорошее будет его радовать. И он должен тогда поменять эти мысли беспокоящие на мысли котии, на мысли радующие. Да, шаббат шалом, как раз мой брат присоединился. Первый вариант это взять, убрать те мысли, которые тебя беспокоят и вставить те мысли, которые тебя будут радовать. Например, тот же Шлома Амеллах нам дал конструкцию очень простую. Как убирать и как радоваться. Значит, это он дал в другой книге. Есть Каэлит, да, мы изучали книгу Каэлит до этого, Экклезиаст. И там я даже написал целую мою книгу. Экклезиасту можно купить, кстати, ее можно купить и в уроке по Экклезиасту, и в печатном виде она есть, и в электронном виде на Элитресе. Значит, это уроке по Каэлит. Значит, он нам дал простой способ, как убрать доагу, как убрать беспокойство. Значит, начинается Каэлит с чего? Что все это Эвель и Велим. Все это пар паров. Вообще, вся эта реальность, ее нету. Пар паров. Эвель и Велим. Значит, все твои мысли это Эвель. Все. Это первое, что эти мысли должно растворить. Это виртуальная реальность. То есть, как только ты берешь свои мысли за серьезные, ты типа, вот, что мне делать завтра. Это некая такая виртуальная конструкция, что мне делать завтра. А что ты думаешь, может, завтра-то и не будет совсем, да? А завтра, когда наступит, оно и не будет завтра, оно будет сегодня. И как-то это сегодня, уже годы оно проходит, проходит, и ты все волнуешься, волнуешься. Сегодня все проходит и проходит. То есть это все это первое начало Каэлита, а концовка Каэлита софдавар, а в конце он говорит все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. То есть ты должен поменять то, что тебя беспокоит мышление, переключить канал и поменять на те мысли, которые тебя радуют. Очень радуют мысли, что у каждого еврея и израиля есть доля в грядущем мире, каждый кто служит Богу, у него есть вечная жизнь, значит Бог его любит, ну и так далее. То есть каждый должен найти эти мысли. А где их найти? И вот здесь интересно, что вот это слово Яшхена, здесь в нем есть, если его читать по-другому, вот эту букву Шин читать как С, Исхена, то есть Лисахеах это Сиха, это разговор. Если у тебя есть доага болевыш, если у тебя есть беспокойство в твоем сердце, то ты должен, чтобы ее убрать, ты должен с тем-то обсудить. Только обсуждать это надо, поговорить на эту тему. Нужно не с каким-то депрессивным, каким-то параноиком, да? Потому что если ты обсуждаешь свое беспокойство с депрессивным параноиком, то он тебе, ну он как бы добавит тебе беспокойства, и он тебе скажет, что слушай, скажет. Это ты что думаешь? Как один, значит, а вот зачем далеко ходить? Пример. Был Эрнест Кемингуэй, знаете, писатель, жил на Кубе. И он, значит, у него была мания преследования. И его пришел, он, ему врачи говорят, ну у вас мания преследования. Начали его лечить, там, какими-то током били, таблетками там травили. В общем, они его долечили так, что он закончил жизнь самоубийством. А потом, знаете, что оказалось? За ним реально следили. За ним реально следили. Это сейчас открыли ФБР, ну там, свои архивы, за ним следили за Кемингуэем. Не было у него никакой мании преследования, за ним реально следили. Понятно, да? То есть, поэтому очень важно, кому ты приходишь обсуждать свое беспокойство. Если ты приходишь обсуждать свое беспокойство к человеку позитивному, вот Мария Верджет, например, человек позитивный, она была как-то у меня на тренинге, потеряла документы своих детей во время тренинга и как-то не беспокоилась совсем радостно, спокойно. То есть, если человек приходит к ней со своими проблемами, она его успокоит, скажет, все, фигня, скажет. Ну, у меня же документы нашлись на следующий день, все, зачем волноваться, все к лучшему. А если человек придет, например, не к Марии Верджет обсуждать свои беспокойства, а к, значит, ну к кому, я не знаю у нас, кто здесь есть депрессивный, ну вроде по лицам все позитивные, да? Но, например, если вы зайдете в другую, в другую какую-то вы зайдете группу, там, которые, ну вот такие вот есть люди, которые реально, они такие пессимисты, да, которые пессимистично настроены. Они вам скажут, что, беспокойтесь, ты еще не знаешь правды. Сейчас мы тебе раскроем глаза на всемирный заговор, мы тебе раскроем глаза на глобальное потепление, на глобальное похолодание, на там, ну и так далее, и так далее. То есть на все тебе раскроют глаза, и все. И тогда, если у тебя беспокойство было там на 5%, то ты от них уйдешь и до этих пессимистов с беспокойством на 5000%. Поэтому давайте, что нам советует царь Соломон? Шлома Мелых нам советует так. Если у тебя есть дорога в сердце человека, первый вариант, просто ее убери и вставь вместо нее Давартов, и это Давартов и Самхена. То есть у тебя должна быть какая-то информационная подпитка, которая тебя радует. Меня очень радует книга Коэлит, я ее читаю каждую неделю по субботам. Я читаю Экклезиаст, и я понимаю, что все Эвелев Элим, все это виртуальная реальность, пар паров, которые вообще растворяются, асов Давара, коль не шма. В конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И меня вот эта вот мыслительная конструкция, она меня радует. Если у меня есть какая-то Дага в сердце, да, я начинаю волноваться. Я переключаю на эту программу Экклезиаст, что все это, все фигня, да. И, значит, мне сразу становится и Самхена, я начинаю радоваться. Теперь второй вариант, если вы сами не можете себя подкрепить вот этой радостью, тогда вам нужно использовать второе прочтение этого же отрывка 25-го. Пришла Дага в сердце человека беспокойство, обсуди ее с кем-то, обсуди с кем-то, кто опытный. И тебе любой опытный человек скажет, все фигня, вообще не парься, все равно, значит, все это, да, все равно все умрем, все равно все это проходит, все не вечно. Хорошо, дорогие друзья, все, 21 минуту мы проучились, давайте еще раз. Первое, что мы поняли, что нужно быть хитрым, то есть нужно быть многоходовым в голове, видеть реальность в перспективе, вглубь, вширь, в стороны. Чем ты более видишь реальность, тем ты больше понимаешь, что это виртуальная реальность. Второе, что мы поняли, что яд харутсим тимшоль, что надо при этом, надо двигаться, надо работать, надо действовать, действовать, действовать со всей силы быстро и четко. И третье, что если при этом есть какая-то доага, то нужно поменять ее на веселье или же нужно посоветоваться с каким-то человеком, который относится как раз к первым двум категориям, чтобы он был хитрый и чтобы он был такой действующий, да. Этот хитрый действующий человек, он поможет тебе поменять твою доагу на более какое-то, твое беспокойство на большую какую-то информационную составляющую и будет все великолепно. Все, дорогие друзья, шаббат, шалом, напишите, пожалуйста, три своих вывода, три своих вывода, напишите, что вы поняли для себя, какие вы сделали для себя выводы. Это очень важно каждый раз, когда вы изучаете Тору, иметь намерение из нее что-то взять для себя и тут же сделать. Как мы учили в Пертьевод, что тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогут и изучать, и обучать, и запоминать, и делать. Поэтому очень важно, чтобы мы не просто учили Тору, а брали из нее и вставляли себе в голову Торат, Тора Эмет ве, Моше Эмет ве Тора то Эмет, то есть Моше Эмет ве Тора его истина тоже. Все, друзья, шаббат, шалом, легкого поста, воскресенье, те, кто знают, те, кто в теме знают, что 9 ава был разрушен первый храм, второй храм, и поэтому сейчас на шаббат выпадает 9 ава, значит шаббат он отменяет. Шаббат это вообще как другая реальность, а в воскресенье будет пост в память о разрушении первого храма, второго храма, и все неприятности, которые были у нас в еврейской истории, большинство приходилось на 9 ава. Поэтому надо помнить об этом и делать шу. Все, шаббат, шалом, удачи, успехов, чтобы мы следующая 9 ава уже сидели в храме, но этот не успеем уже, в субботу храм не построят, значит следующая уже 9 ава. Все, всем пока.